Депутаты Госдумы не против вытрезвителей приняли соответствующий закон. Чего вдруг? Об Экс-глава города Владимир Быков на первый свой суд доберется самостоятельно, без конвоя. Пока еще имеет право свободно передвигаться. Он все ближе к российским границам. Новый, более заразный штамм коронавируса зафиксирован в Украине. Предприятия в микрорайоне Озерке штрафовали за то, что те загрязняли воздух. Посчитаем, сколько заплатить придется каждому. Парку в чистых прудах быть, а еще в Кирове все-таки хотят строить третий мост через Вятку. Предложения кировских урбанистов учли при составлении генплана города. Но не все. Сегодня в Первомайском районном суде города Кирова состоится предварительное слушание по уголовному делу экс-главы города Владимира Быкова. Сообщается, что оно пройдет без прессы. Ну, понятно, что из распространения коронавирусной инфекции. Экс-главу города и бывшего председателя областного парламента обвиняют по нескольким статьям. В том числе в получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Суду предстоит изучить 70 томов уголовного дела. Кстати, как удалось выяснить сотрудникам портала «Бизнес-новости», на судебное заседание Быков придет самостоятельно. Как пояснили в Первомайском районном суде, экс-председателю областного парламента избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Она не подразумевает запрета свободы перемещений, так что он может ходить без конвоя. Местная общественность гадает, какое наказание понесет Быков и понесет ли вообще. Экс-депутат Дмитрий Русских считает, что бывший глава города будет наказан по всей строгости закона. Руководители различных региональных партий попадались под уголовные дела и им давали максимальные сроки. Их уже никто не щадил и никто их не любил. Один год тюрьмы и два с половиной года лишения прав. Такое наказание получил водитель, который в августе этого года сбил насмерть пенсионерку. Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 53-летнего кировчанина и признал его виновным в ДТП, которое произошло в августе на улице Дзержинского. Тогда в районе дома 88 Лада Гранта под его управлением сбила 70-летнюю пенсионерку. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщина погибла. Помимо этого в аварии пострадал пятилетний пассажир авто. Он получил тяжкие повреждения. Отбывать наказание осужденный будет в колонии-поселении. Суд согласился с мнением государственного обвинителя, признал осужденного виновным, назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два с половиной года. Отбывать основное наказание осужденный будет в колонии-поселении. Новый штамм коронавируса добрался до Украины. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на инфекциониста Виктора Петрова из Закарпатья. Это регион Украины. По словам врача, новый штамм уже перенес один из его пациентов, который регулярно ездит на заработки в Чехию. Минздрав незалежный официально эту информацию не подтверждает. Более заразный штамм коронавируса обнаружили в сентябре в Великобритании. К настоящему времени выявлено порядка тысячи случаев заражения новым штаммом. Мутация вируса была также выявлена у пациентов в Дании и Нидерландах, ЮАР. Британские специалисты заявили, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее. В итоге более 20 стран, в том числе и Россия, объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. Получают зарплату за то, что вы мама или папа. Вот такой законопроект разрабатывают в Госдуме. Инициатором выступил депутат от Справедливой России Олег Шейн. Он ссылается на опыт Франции, где в том числе подобными выплатами удалось преодолеть демографический кризис. И теперь у французов на четверых взрослых приходится 4 ребенка. А в России на четверых взрослых лишь трое детей. Инициатор считает, что выплаты должны составлять примерно 10-12 тысяч рублей и выплачиваться до 18, а то и до 20 лет. Мы слушаем мнение федерального и нашего кировского депутатов на эту тему. Есть хороший опыт Франции, есть хороший опыт острова Сахалин. И, конечно, мы должны говорить о всех семьях, но, может быть, только отсекая верхушку общества, вот эти 5% людей, которые действительно не испытывают никакого недостатка в деньгах. Я думаю, что по итогам января мы отправим документы на официальное заключение правительства Российской Федерации. И это не фантастика. У нас следующий год предвыборный. И сейчас пойдут такие законопроекты, носящие такой популистский характер. Люди, которые их вносят, знают, что они выпущены в жизнь не будут. И вот я боюсь, что вот эта инициатива, наверное, во многом может быть отнесена к такой категории, когда ради красивого какого-то названия, ради броского имени люди вносят законопроекты. Себе организации и три предпринимателя оштрафованы за загрязнение воздуха в Озерках. Сумма штрафов составит 103,5 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Жители микрорайона уже несколько месяцев борются за право дышать чистым воздухом. После пикетов и волны возмущения в социальных сетях ситуацию взяли на контроль надзорное ведомство и Министерство охраны окружающей среды. По итогам проверок деятельность нескольких предприятий была приостановлена. Пристально следят за состоянием воздуха в Озерках и общественники. На днях они установили в центре микрорайона датчик для измерения микродисперсных частиц. В ближайшее время в городе появится еще несколько подобных приборов. Вытрезвительные вернутся в российские города. Депутаты проголосовали за возрождение этой медицинской системы. Первые спецучреждения начнут открывать с 1 января следующего года. Услуга будет платной. В среднем полторы тысячи за ночь. Перед тем, как отправить человека проспаться, его осмотрит медработник. Предполагается, что вытрезвители помогут снизить смертность россиян в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, алкоголь становится причиной смерти 50 тысяч человек. Большинство из них гибнут в трудоспособном возрасте. В том числе от переохлаждения на улицах умирает от 8 до 10 тысяч человек. Вытрезвители были упразднены в 2011 году. Их функции на себя взяли больницы. Кировчан просит убрать автомобили с обочин дорог. В Кирове сегодня и завтра будут вывозить снег. В планах убрать снежные валы с 33 участков уличной дорожной сети, сообщили в администрации города. Техника будет работать с 8 часов вечера. Так, уже сегодня снег будут вывозить с Октябрьского проспекта, Преображенской, Щорса, Спасской и других улиц. А уже завтра преимущественно в юго-западном районе Кирова. В мэрии напоминают автомобилистам, что припаркованные машины осложняют работу снегоуборочной техники. Поэтому водителей просят оказать содействие дорожным службам и не оставлять транспорт на обочинах. Полный список улиц, где будут вывозить снег, на ваших экранах. Отвоевали, иначе не назовешь. Общественники прокомментировали поправки в генплане развития города до 2040 года. Документ приняли на днях депутаты городской думы. Приняли с учетом пожеланий городских урбанистов. Последние внесли несколько десятков изменений в генплан. Власти прислушались к предложениям, но не ко всем. Но результаты все равно неплохие, говорят общественники. Например, в парке около Дворца Пионеров и на месте водоема в Чистых Прудах не будут строить жилые дома. Не появятся они и на месте снесенного мелькаббината. Там разрешено строить только здания общественного и делового значения. Общественники были против строительства третьего моста через Вятку. По их мнению, громоздкое и дорогое сооружение городу не нужно. Этот тезис не был услышан. Переправа внесена в генплан города. Не учтены и другие пожелания. Не удалось отстоять развитие велотранспортной инфраструктуры в городе. Говорят, что у нас слишком северный регион и велотранспортную инфраструктуру развивать невыгодно. Мы с ним не согласны, что наш регион слишком северный, потому что развивать нужно ее в любом городе. Можно посмотреть на Северную Европу и увидеть, как они зимой ездят на велосипедах и у них все хорошо. Делать новости вместе с нами теперь еще проще. Вы стали свидетелем интересного события. У вас есть видео, поделитесь с нами по телефону, который вы видите на экране через WhatsApp или Telegram. Мы будем рады показать его в эфире. С вами была Елена Чехомова и Дайвича. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»